Одна слепая девушка ненавидела себя за то, что была слепа. Она никого не любила, до исключения любимого человека. Он во всем ее поддерживал. Она говорила, что если бы только смогла взглянуть и увидеть этот мир, то непременно вышла бы замуж за него. История житейская. Однажды кто-то пожертвовал парой своих глаз для нее. Теперь она могла видеть, включая и своего парня. Парень спросил ее, теперь, когда ты видишь мир, выйдешь ли ты за меня замуж? Девушка была шокирована, обнаружив, что ее парень оказался слепым и отказалась выйти за него замуж. Плача, ее парень ушел и позже написал ей письмо. «Только береги мои глаза, дорогая, потому что я так любил тебя, что пожертвовал ими для тебя». Вот смотрите, какая история, да? То есть, люблю, говорю, а на деле, когда увидел человек, изменяет свое мнение. Но Бог уже не такого. Это тот самый случай, когда меняется человеческий разум из-за изменения положения. И только некоторые помнят, какой была прежде их жизнь, и кто был всегда рядом, даже в самых тяжелых ситуациях. Жизнь – это подарок. И сегодня, прежде чем сказать неприятное слово, подумай о тех, кто не может говорить. Прежде чем жаловаться на вкус еды, подумай о тех, кому нечего есть. Прежде чем жаловаться на твоего мужа или на твою жену, подумай о тех, кто одинок и просит Бога не оставлять его. Прежде чем жаловаться на жизнь, подумай о тех, кто слишком рано ушел из нее. И прежде чем жаловаться на своих детей, подумай о тех, кто мечтает о детях, но не может их иметь. И прежде чем сказать что-то, что не в порядке в доме, выясняя, кому убирать или подметать, подумай о тех, кто живет на улице. И прежде чем жаловаться на дистанцию, которую тебе надо проехать, подумай о тех, кто проходит то же расстояние пешком. И когда ты устаешь и жалуешься на работу, подумай о безработных, инвалидах и тех, кто мечтает иметь эту работу. Не спеши указывать пальцем или осуждать кого-то. Помни, безгрешных не бывает, и все мы ответим единственному Создателю. И когда гнетущие мысли удручают тебя, улыбнись и поблагодари Бога за то, что ты еще жив. Жизнь – это подарок. Аминь. Будем благодарны Богу за все. Божье Слово говорит – за все благодарите. То есть в это входит все в нашей жизни. Пусть Господь каждого нас благословит.